Борис Петрович Айропетов – солист сочинской филармонии. Совсем скоро ему 80. Отмечать день пожилого человека на сцене, а не в зрительном зале, он планирует еще достаточно долго. Несмотря на столь почтенный возраст, артист полон творческих сил и идей. Это они пожилые, а я-то молодой. Хотя они все моложе меня. В следующем году только 80 будет. Я еще не начинал, я только раскачиваюсь. Больше двигаться надо, двигаться. А то они все ждут, лежат на диване и ждут, когда к ним здоровье придет. За здоровьем ходить надо, ходить, бегать. Таких активных и энергичных пожилых людей в Сочи немало. Пройдя сложный трудовой путь в молодости, старшее поколение и сегодня является примером стойкости и оптимизма. Ко всему прочему, десятки сочинцев серебряного возраста стали волонтерами и принимают активное участие во всех событиях курорта. Традиция 365 дней в году думать о пожилом человеке. У нас замечательный город с огромными возможностями. Мы имеем возможность сделать и программу зритель для наших пожилых людей. Мы имеем возможность и освободить наших пенсионеров от уплаты налога на землю. Мы имеем возможность и 45 миллионов рублей 6 тысячам наших пожилых горожанам выплачивать дотации. И самое главное, что наш город праздник. И в этом празднике мы все время приглашаем принимать участие тех, кто сегодня на заслуженном отдыхе. В честь праздника сочинцам старшего поколения вручили почетные грамоты, в том числе в благодарность за то, что они до сих пор в строю и делятся опытом с молодежью. В декаду Дня пожилого человека по поручению городоначальника в Сочи пройдет 70 мероприятий. Показателем же того, что сочинцам пожилого возраста живется комфортно, является тот факт, что каждый год на постоянное место жительства в Сочи переезжает до 3000 пенсионеров.